спасибо большое за такой замечательный подробный обзор я думаю нашим зрителям было приятно посмотреть увидеть что-то проанализировать вынести полезное но и хотелось бы задать тебе вопрос да а что в итоге сейчас с озимыми культурами спасибо за вопрос отличный просто на самом деле действительно что с озимыми том году озимых не досеяли порядка полутора миллионов гектар по всей стране не было досеяно чем будут компенсировать эти площади будут ли это яровые зерновые либо гибридные технические культуры мы пока не знаем я думаю в скором времени структура всего оборота будет подготовлена и станет это известно слушая вот по поводу тех озимых которые сейчас земле мы можем вообще оценить получится там из них урожай либо не получится слушая вопрос на самом деле риторический ну конечно можем и каждый агроном наблюдал посевы с осени и сейчас знает как у моей состоянии находятся но и думаю нужно будет еще по этому поводу поговорить подробнее отлично расскажи пожалуйста тогда про методы мониторинга которые помогут нам оценить те поля которые допустим потребуют пересева либо там все в порядке и пусть продолжают фигетировать давайте рассмотрим общеизвестные методы и предлагаю начать с метода монолита очень энергоемкий метод требует большого количества людей рук рабочих которые могут выступать как агрономы так и механизаторы особенно крупных хозяйствах в чем сложности сложность данного метода заключена в том что одна проба отбирается с 25 гектаров если озимых тысяча гектар это 40 проб если хозяйство очень большое и озимых 10 тысяч гектаров соответственно это уже 400 проб которые нужно вырубить в тяжелых климатических условиях поставить это все в коробки найти где-то помещение где при положительной температуре они камы земли оттают да и будут вегетировать и через 10-14 дней уже получает результаты до обследования где определяет там жизнеспособная зима или там не жизнеспособная суть водного метода она заключена в том что по сути он как и сахарный метод очень сильно не отличается от метода монолитов за тем исключением что вырубается не латочка 33 сантиметров а ком земли количество соответственно отбора профа но приблизительно такое же срезали стебля в одном случае поставили на воду прорастили в другом случае 14 часов выдержали в сахаре и точно также поставили прорастили через 2-5 дней уже какие-то результаты можно будет получить соответственно узнать что там дальше с культурой количественный метод метод который самый простой из всех вышеперечисленных но количественным методом может быть уже слишком поздно определять состояние посевов поскольку он относится знали за разряда глазомерно маршрут ну и самый последний метод которую я бы рекомендовал практически всем хозяйством которые есть мой любимый метод это метод отращивания узла окущения его суть заключена в том что необходимо точно также отобрать образцы их достаточно сделать небольшое количество от 20 до 50 растений его можно проводить уже в тот момент когда почва таяла почему да потому что он очень быстрый это экспресс метод это полтора два дня необходимо отобранные образцы обмыть обрезать сантиметр корней снизу полтора два сантиметра стебля все это дело сложить посуду и на 24 28 градусов оставить в теплом помещении через 20 часов можно прийти и посмотреть что будет уже посуде собственно говоря чем мы сейчас и займемся и и мы с вами видим что растение на 5 миллиметров уже от григорий слушает по методам все понятно мониторинге ясны не меня заинтересовал твой любимый метод расскажи а когда вы брали растение для того чтобы собственно опробовать его буквально вчера специально вот перед съемкой выпуска для того чтобы что-то показать интересненькая наглядненькая такой вот интерактивчик провести вышел на свою клумбу перед институтом копнул отобрал помыл и вот положил в посуду пять миллиметров уже это осло видишь да да здорово слушай а вот если например хозяйстве будут применять этот метод скажем с одного поля достаточно одного образца взять или все-таки надо несколько я бы все таки отбирал от трех до пяти образцов с поля но это достаточно просто легко не зря это мой любимый метод всегда хочется идти по пути наименьшего сопротивления чего и вам рекомендую поэтому 35 образцов с поля поехали и путь вот слушай классно огонь с нами сегодня критский андрей предлагаю также пригласить чтобы он поделился своими наработками на эту тематику да у него там очень интересный метод как-то там то ли тип личный то ли парничковый давайте послушаем будет очень интересно григорий нам сейчас показала одни из основных методов мониторинга мне очень понравился любимый метод григория так как я поняла это один из экспресс методов подскажи какие бы еще методы мониторинга ты порекомендовал если они вообще ну продвинутые агрономы иногда используют так называемый метод парничка конечно же это уже ближе к возобновлению вегетации для того чтобы не брать на всех полях монолиты пробы растения устанавливается парничок виде небольшого ящика накрытого пленкой в этом парничке создается более теплые условия и это более актуально для самых важных каких-то полей для семенных посевов где интересно раньше узнать реальную ситуацию то есть эта ситуация в онлайн режиме в пылевых условиях но там весна придет раньше и соответственно растения возобновят свою вегетацию в этом парничке раньше кроме того агрономы могут еще оценить засорение посев потому что ранее среди это как ранее среди ки начнут тоже раньше возобновлять вегетации можно уже спланировать весенние пылевые работы понимая какая гербицидная обработка понадобится даже если зимующих сорняков в посевах нет и мы ждем волну первую волну ядровых сорняков для того чтобы бороться то есть условно мы понимаем например что да у нас там был небольшой недосев озимых примеру да то есть частично мы будем это восполнять например техническими культурами и вот с помощью экспресс метода и метода парничка да мы можем определить те поля которые наиболее будут подвержены пересеву и которые будут более ранее я бы сказал что это все таки не массовый метод это для каких-то полей которые действительно очень важно но если есть возможность если желание проблема сбить четыре доски натянуть пленку это не так сложно установить эти парнички соответственно оценить состояние в поле сдвинуть срок вегетации возобновление вегетации на неделю на 2 и действительно раньше увидеть эту картину вегетации вегетации а